итак всем добрый вечер подожду наверно немножко коллеги добрый вечер сейчас немножко подождем и я буду начинать надеюсь что меня хорошо слышно и видно если плохо слышно напишите об этом у нас сегодня с вами будет наверное около часа может быть я уложусь пораньше буду тогда потихонечку начинать меня зовут анжелика викторна васильева я системный семейный психолог когнитивно-поведенческий ориентированный психолог и эти две модальности я совмещаю и мы вот в преддверии программы по когнитивно-поведенческой терапии пар решили сделать такой эфир рассказать вам про то как вообще кто такой психолог до семейный что он делает собственно галина в парном консультировании с какими трудностями сталкиваются и немного может быть буду делать отсылки к программе для того чтобы у вас сформировалась возможно представление да стоит ли вам туда вообще идти когда мы говорим про пары когда я говорю про пары я имею ввиду не только супружеские пары но и родители ребенок тоже такие существуют пары и конечно партнеры в бизнесе тоже собственно говорят даже могут к нам приходить особенно если вы коуч консультант да и в эти особенности до специфику работы понимаете то в общем-то когнитивно-поведенческая терапия пар тоже может быть вам полезно хотя безусловно я буду делать акценты на работе супружескими парами и что еще хочу сказать но безусловно здесь мы имеем ввиду любые пары в плане ориентации гомосексуальные гетеросексуальные любые другие вы можете конечно же писать свои вопросы я надеюсь что я потом пролистаю и их не упущу но для начала как обычно я что-то порассказываю что подготовила и потом уже постараюсь на ваши вопросы ответить постарайтесь задавать все-таки не кейсовые вопросы да потому что к сожалению разобрать мы все не сможем здесь да и уж если я попробую ответить то так гипотетичной форме в общем-то ну я в общем-то начну да кстати сказать не сказала что я работаю с индивидуальной с парами конечно же работаю я уже 13 лет больше 13 лет в частной практике ну и в центре BCBT здесь в Санкт-Петербурге и веду некоторые знают что я веду техники и навыки в ассоциации да интервизии так что приходите можно разбирать собственно говоря и пары ну я начну чем отличается индивидуальная терапия от семейной терапии прежде всего тем что у нас здесь формируется совсем другое мышление со временем оно безусловно формируется это конечно не каждому удастся сразу перестроиться и это нормально и перестраивать с простого мышления на системное мышление мы будем вас постепенно то есть мы смотрим на семью на пару ну буду говорить семью да на пару как на нечто большее чем сумма ее частей да собственно говоря так и говорят о семье да системные психологи и остальные тоже это значит что мы не можем рассматривать проблему которая существует в семье как проблему какого-то одного человека это всегда проблема семьи то есть они несколько человек собираются да в одну какую-то конфигурацию да пара изначально и они создают нечто да в этом нечто создаются разные могут создаваться создаваться разные проблемы по отдельности причем эти люди например мужчина с женщиной могут быть совершенно прекрасными людьми а вместе вот они создают опять же повторюсь нечто да и появляются у них такие проблемы которых может быть даже на уровне индивидуальном у них не было вот в индивидуальной работе с клиентом всегда формируется ну если формируется какая-то близость если это особенно длительные отношения а в терапии пар ну и семей безусловно там всегда остается какая-то дистанция что нормально я это замечала и когда например работая индивидуально с одним человеком мы завершали терапию он делал перерыв а потом допустим не допустим а да звал своего партнера и мы договаривались о том что это будет уже супружеская терапия и там совсем другая конечно система взаимоотношений с этим же человеком формировалась и я конечно сначала удивлялась что в общем то ну нет этой близости она создается определенная дистанция вот и индивидуальная терапия если вы работаете с человеком который находится в паре она безусловно цели индивидуальной терапии могут противоречить целям пары и соответственно поэтому есть рекомендация обязательно звать второго партнера если к вам приходит человек и жалуется на отношения чуть позже еще про это скажу проблема об этом уже начала говорить всегда мы смотрим на проблему как то что под силу решить только всем вместе ну или паре например снижение сексуального влечения это всегда означает что там происходит что-то внутри пары а не только одного человека даже если допустим есть какая-то индивидуальная дисфункция то в системе они могут таким образом обращаться с этой дисфункцией что только ухудшает проблему а не решает ее то есть каким-то дисфункциональным образом реагирует система на образовавшуюся трудность на какой-то стресс и мы можем смотреть на проблему так и может быть что не хватает семье паре каких-то навыков например есть какие-то дефициты которые мешают им проходить через кризисы про кризисы обязательно тоже буду рассказывать про жизненные циклы через которые проходит каждая пара и семья то есть им может не хватать каких-то навыков может быть так что проблема выгодна как бы странно это ни звучало проблема выгодна семье и может быть носитель симптома допустим это ребенок и в общем то к нам приводят могут приводить как то что называется идентифицированный пациент и говорить что пожалуйста вылечите его но на самом деле проблема может и всегда на самом деле она лежит на системном уровне повторюсь ну давайте на примере сразу есть муж и жена и у них есть подросток и они пришли жалуются на пассивность подростка вот он сидит за компьютером постоянно ни с кем не общается периодически отец его гоняет говорит что-то такой пассивный не мужчина парню 16 лет допустим да супруга его защищает и в общем у них периодически конфликты случаются проблема может быть в том что они не умеют не понимают как решать этот кризис подростничества то есть там все таки определенные появляются там и потребности да свободу больше нужно дать подростку у него появляется потребность в группе да общение и важно конечно уметь передавать ответственность ему да социализировать его в том числе ну я думаю что детские подростковые психологи добавить еще что-то вот а проблема может быть еще и в паре на самом деле да то есть пассивность сына может помогать не решать какой-то конфликт который давно уже тлеет который давно уже существует в паре и они значит заняты обеспокоены подростком своим и по сути проблем не решают а подросток поддерживает их как таким странным образом да помогает маме с папой может быть не разойтись вот удерживать тем самым семью и параллельно может быть свои тоже какие-то задачи не решает у него свои бонусы да там из-за своих страхов он боится может взаимодействовать и сидит в общем-то за компьютером хотя компьютер сейчас это неотъемлемая часть да и не всякое сидение у компьютера считается чем-то ужасным да и с чем нужно обязательно бороться вот то есть проблема в любом случае на уровне системы и придется решать ее вместе всем да и это может быть просто пара которая пришла к вам по поводу подростка и ко мне ходят именно пары и меняя что-то в взаимоотношениях в паре они ну как-то меняют в общем взаимоотношения потом с подростками границы им ставят может быть ну опять же информируя о чем-то они это потом идут применяют если они считают видят что в этом есть какая-то польза вот и если допустим какие-то правды есть у подростка проблемы ну индивидуальные да то опять же повторюсь можно ухудшить индивидуальную проблему определенным тоже определенными взаимоотношениями и а можно конечно же помочь подростку тому же самому да можно звать и детей тоже когда допустим они ну не управляемы если вы работаете будете работать конкретно семьями с детьми на этом специализироваться то в общем то можете сразу их звать я просто ну специализирую скорее на парных отношениях ко мне уже идут наверное такие более осознанные родители которые знают что у них проблемы в паре ко мне не идут и не говорят вот вам подросток пожалуйста подлечите попытки были конечно но я говорю ко мне все вместе тогда не идут ко мне по крайней мере но наверное это мои какие-то здесь играют роль моей причины да когда вы научитесь работать с парой у вас по сути появится больше возможностей у вас откроются двери вы сможете звать партнера и вот вам признаки да когда стоит звать когда как я уже говорила приходит партнер и жалуется говорит о том что ну вот какой он ужасный да у нас постоянные конфликты тогда важно звать как звать я буду рассказывать на программе можно не звать если клиент пришел решать свои индивидуальные задачи кризис какой-то да его накрыл и он говорит о том что его поддерживает семья партнер поддерживает очень да то есть мы понимаем что здесь ну в общем то не обязательно и только под задачу мы можем приглашать но когда я приглашаю под задачу второго партнера в индивидуальной терапии мы сначала безусловно это все обсуждаем потому что тоже могут активироваться свои какие-то не знаю соперничество может активироваться да за маму если братья и сестры там есть да если есть в анамнезе история соперничества то ну тоже важно это обсуждать ну ну перехожу плавно к принципам мы придерживаемся принципов семейной психологии имеется ввиду да нейтральности достигается она у нас в том числе технически тем что мы задаем идентичные вопросы каждому члену семьи гипотетичность здесь мы исходим из предположения что мы не все знаем мы не все можем учесть мы можем составить концептуализацию что-то действительно упустив ну и нормально в общем то мы же ее периодически пересматривать можем да и дополнять как в когнитивной терапии вот и моделей в семейной терапии много я про них буду рассказывать и рассказывать буду какие комбинирую и опираясь на когнитивный подход вот ну и высказывая какие-то предположения гипотезы мы говорим об этом клиентам ну в такой действительно манере гипотетичной возможно то есть мы можем даже говорить о том что мы можем ошибаться да вы можете с нами не согласиться да предлагаю рассмотреть такой вариант такое представление что проблема у вас поэтому вот циркулярность тоже один из принципов очень важных и он достигается с помощью вопросов круговых вопросов когда мы сдаем одному члену семьи вопросы про других по сути это такое мы сплетничаем про других в их присутствии да расскажите как вот что происходит между ними когда вы делаете то то да что делает один что делает другой и дальше можем здесь развивать спрашивать о том а как вы думаете что они почему это они делают да с чем это связано какие там потребности у них и так далее что они чувствуют о чем они думают и это помогает несколько задач решить то есть члены семьи слышат как их интерпретируют партнеры ну партнер другой член семьи почему так реагируют они начинают понимать здесь опять же учитывается взгляд каждого через это да и нейтральность тоже достигается тем самым вот ну и в том числе это как ресурс потому что мы можем использовать одного человека использовать да не использовать по другому как то надо сказать в общем это будет такая помощь для того чтобы поставить под сомнение я буду это показывать на программе поставить под сомнение его представление да глубинное убеждение схемы вот то есть грубо говоря две головы лучше чем одна ну три в данном случае если это работа с парой есть свои в общем то преимущества в работе с парами и семьями есть опасности и конечно же это триангуляция эта концепция была предложена Мюроем Боуином и триангуляция возникает когда как способ справиться со стрессом не очень эффективный то есть это неэффективный копинг проблема не решается но на время напряжение в семье в паре снижается то есть становится легче какое-то расслабление происходит да и триангулировать можно людей извне из членов семьи можно в коалицию брать можно триангулировать не только людей да ну и алкоголь например да работу вот и допустим возникает конфликт с кем-то извне да то есть привлекается третий человек с ним значит воюют один член семьи да или вся семья и на время в общем то происходит успокоение тем самым поэтому очень важно конечно в терапии каким-то образом мудриться не поссориться с парой с семьей да для того чтобы они ну все таки нашли с помощью вас новый какой-то способ решения своих конфликтов а не прибегали вот к таким не очень полезным очень важно отслеживать чтобы вас не брали в коалицию пары конечно это делают лихо могут жаловаться вам могут ну я позже скажу да по каким почему вы можете попасть в триангуляцию ну самое такое откровенное это когда вас жалуются на партнера да и здесь я сразу же могу поделиться такой фишкой что я делаю в таких случаях я могу валидировать говорить о том что да конечно вам хочется чтобы вас услышали но скажите это сейчас ему да или спросите у нее у него то есть я перенаправляю вопрос или там жалобу по адресату и может быть параллельно еще учу как лучше эффективнее это сказать в ненасильственной форме например вот не каждый треугольник является ну указывает на то что сейчас триангуляция но если вы вовлекаетесь кому то больше присоединяетесь то конечно вы становитесь частью проблемы а не ее решение поэтому важно за этим следить следить и это не значит что вообще вы не будете присоединяться нормально что вы будете присоединяться допустим вы будете слушать женщину она будет жаловаться вот прихожу с работы значит тут все не убрано еще нужно приготовить поесть в общем это несправедливо как же так и вы если женщина терапевт тоже понимаете трудности можете присоединиться и сидеть и думать о том что ну действительно вот он конечно же вообще да хорошо устроился очень важно себя на этих мыслях ловить и это нормально в общем то да что вы будете присоединяться но очень важно отсоединяться от нее и задавать вопрос точно такой же да задавать ему а как он видит эту ситуацию вот он рассказывает о том что я значит прихожу действительно она правда начинает вот мне говорить о том что ее все не устраивает а я столько лет значит старался для нее купил ей машину какую она хотела да свозил ее туда куда она хочет в общем все для нее дело она вечно недовольна и вообще когда она приходит я ей предлагаю расслабиться тоже а она значит намывает все да и меня тоже хочет к этому привлечь и тут вы уже к нему присоединяетесь и думаете ну действительно да почему бы не расслабиться например да и очень понятно его состояние и тоже вы отсоединяетесь потом а вот то есть это важно конечно осознавать что дальше мне вам сказать устойчивость очень важно формировать поэтому и бывает что проще тогда начинать вместе в ко-терапии да то есть вместе вдвоем вести супружескую семейную терапию уж тем более и опять же это легче действительно потому что относительно там семьи пары вы можете как два психолога быть нейтральны но внутри взаимодействия каждый из вас предвзят то есть один поддерживает кого-то одного например не знаю женщина-психолог поддерживает мужчину допустим да будем непримитивно приведите примеры и наоборот то есть каждый поддерживает партнера и у каждого партнера есть понимание что есть тот кто его поддерживает из этих двух ребят и тот кто конфронтирует его да вот и в том числе кстати говоря когда я училась показывали мне разные модели да и соло терапия и вдвоем и в общем-то принято и так и так на самом деле работать можно и так и так кто-то конечно придерживается очень таких строгих категоричных принципов да что нужно только вдвоем ну вот я согласна с тем что работать одному важно и при этом там большие требования к проработанности действительно чуть позже тоже про это буду говорить вот ну то есть действительно важно здесь за много зачем отслеживать прорабатывать в личной терапии да свои личные отношения здесь тоже важно подразобрать потому что это все может очень сильно отражаться да и вы будете легко вовлекаться в треугольники вот в общем пару вы сможете себе найти на программе так такая возможность по крайней мере у вас будет и как будто бы что-то не сказала упустила ну да в общем то ладно если что спросите у меня что в общем то будет помогать вам да в терапии с парами и семьями если вы будете например придерживаться ценности что я придерживаюсь по крайней мере такой ценности да что очень важно сохранять чувство собственного достоинства каждого партнера каждого члена семьи не морализировать не унижать и даже если действительно вы видите что партнер как-то ну чрезмерно агрессивен у него какие-то гиперкомпенсации ярко выраженные да ну там он склонен к мести то если вы присоединитесь к ну условно жертве да то этот партнер просто придет отомстит и в общем то терапия будет закончена да к маме они больше не придут поэтому конечно важно к нему тоже уметь присоединяться если совсем тяжело то либо в ко-тренерскую в ко-терапии либо вот разделять и отправлять их на индивидуальную терапию если вы понимаете что это домашнее насилие то здесь отдельная работа об этом тоже буду говорить на программе немного просто уделю этому время вот ну вообще для того чтобы работать с парами нужно хорошо развитая эмпатия устойчивость как я уже сказала да чтобы вы ну могли пусть и вовлекаться но все-таки быть устойчивыми в своих каких-то принципах представлениях да понимании того вообще что вообще-то проблема да существует на уровне системы и мы не можем обвинять только кого-то одного способность признавать ошибки выдерживать неопределенность тоже это все очень такие важные качества и очень важно ставить под сомнение свои представления о гармоничности и функциональности семьи потому что на самом деле у каждой семьи может быть ну своя история скажем да свое представление о том как они хотят и вы можете этого не разделять у вас могут быть другие ценности но очень важно это не ну не навязывать свои ценности например вы видите семья женщина там патриархальная прямо да сейчас просто это ну наверное против этого очень многие настроены патриархальная семья где женщина прям вот ей нормально что она там ее мужчина главный ее это устраивает все хорошо да то есть если вы начнете настаивать на своих представлениях о том как должно быть может быть даже вы правы что там через пять лет накроет какой-то кризис и она там вообще есть история исследования да про женщин за сорок которые вот домохозяйки великанские по моему исследования есть книжка даже по этому поводу про то что они в общем то спивались наркотики были потому что они были не реализованы может быть даже правы но у них запрос может быть совсем другой проблема решается вообще не на этом уровне да не таким образом не тем чтобы там у них как-то уравнять их не знаю позиции да и иначе будет как знаете вот типа мемы или присказка причем она ее поменяли ты может быть сколько угодно прав но какой в этом толк если твоя женщина психолог и вот здесь все то же самое только не в пользу психологу будет к сожалению значит что может вовлечь вас в триангуляцию какие мог быть уязвимости на которые нужно посмотреть психологу для того чтобы прежде чем идти и работать с парами семьями важно создавать свои ценности культуральные ценности в том числе да для того чтобы их не навязывать да и понимать что в каждой культуре могут быть свои представления не знаю там появится у вас каким-то чудесным образом пара из Пакистана да да со своими представлениями о том как должна быть устроена семья ну собственно говоря там по моему патриархальный да устройство очень развито вот то есть вы таким образом будете к одному кому-то присоединяться конечно если там в культуре одни представления да но вы видите что одному члену семьи плохо в этой семье да несмотря на культуральные какие-то там представления что вот в культуре так принято но одному плохо значит мы будем действительно считать что эта семья дисфункциональна и здесь нужно в общем-то ну нужны какие-то изменения системные для того чтобы каждому было хорошо вот ну если допустим вы активист это вообще прекрасная деятельность борьба за права ну женщин да например например и вы будете работать с такой парой то конечно вы присоединитесь к ней скорее да и опять же потеряете связь со вторым в общем-то да очень важно конечно эти вещи отслеживать вот важно понимать вообще знать да этапы жизненного цикла семьи понимать на каком этапе вы находитесь в общем-то их проходить кризисы да переходы и здесь может быть несколько вариантов то есть допустим вы ну не знаю вы у вас был ребенок рожден да это кризис появления третьего и в общем-то вы его каким-то образом прошли в принципе легко проскочили да потому что вы не знаю мужчина да как-то вам это легче далось то есть и работая с парой которая находится на этом жизненном этапе вы будете возможно присоединяться больше к мужчине да потому что вы можете недооценивать какие-то переживания там супологи или допустим вы наоборот проходили трудно там женщина допустим да никто не помогал и и в связи с этим вы можете присоединяться к тоже да к женщине больше ее поддерживать ну и это тоже конечно будет развали вашу работу к сожалению вот то есть за этими вещами важно следить свои потребности конечно тоже важно удовлетворять в связи с этим да вот очень сложно будет удержаться от коллиции если у вас не проработаны и вы придерживаетесь неких гендерных стереотипов вот например ну опять же про защиту женщин да к сожалению у нас люди неосознанно манипулируют да и газлайтингом мы можем заниматься тоже не специально неосознанно да то есть очень сложно например партнеру признать что он накосячил он говорит да нет я такого не делаю я такого не говорил вот газлайтинг да приходит партнерша и говорит что ее в общем-то в семье газлайтинг да и здесь мы можем чрезмерно додевализировать партнера вот здесь конечно очень важно тоже с этим разбираться да иначе вы можете вовлечены быть в борьбу да и вместе с с прекрасным мужчиной выплеснуть в воду все вот важно конечно кстати говоря комбинировать мужской и женский стил стиль ну здесь учитывая стереотипы я конечно говорю об этом да то есть у нас так принято есть такое представление что мужской стиль это так сила устойчивость какая-то конфронтация а женский мягкость поддержка вот это вот все на самом деле это все фигня мы можем быть абсолютно разными вот и есть мужчина которым больше нужна мягкость поддержка да и женщина которым больше нужна структура четкость какая-то да вот то есть это очень важно конечно комбинировать да гибко к этому подходить вот ну важно действительно чтобы у вас была такая устойчивость чтобы вы могли где-то конфронтировать и с мужчиной если вы женщина опять же да сохраняя чувство собственного достоинства вот и поддерживать женщину если вы мужчина например ну это я опять же да озвучиваю говорю об этом исходя из вот этих стереотипов правда так бывает что ну потому что нас так и растят в общем-то да в этих стереотипах что мужчине бывает сложно например проявлять чувства то есть это конечно нужно выносить на личную терапию если в этом есть какие-то трудности если был опыт насилия со стороны любого да человека ну не знаю там вы мужчина и со стороны женщины было насилие например со стороны матери старшей сестры унижение да какое-то оскорбление и тоже это может вас конечно вовлекать если это не проработано если вы слышите что партнерша так очень ну злиться сильно да вы можете чрезмерно так вовлекаться в защиту мужчины потому что вот она такая стерва да там насилует его ужас вспомнила историю когда я вывесила на у меня был кабинет в другом городе я вывесила памятку про домашнее насилие и пришли значит у меня была открыта дверь почему-то ну там небольшое помещение несколько кабинетов и значит пришли какие-то работники и что-то делали они внешние какие-то работы были и они один значит подошел прочитал памятку про домашнее насилие и говорит своему другу слушай это вот про твою жену здесь все написано да как она с тобой поступала и что нужно было делать вот я конечно посмеялась тот момент еще такой момент что к вам могут конечно же ревновать и соперничать с вами это может быть связано со структурой личности это может быть сигналом того что вы вовлеклись то есть в первую очередь я часто это воспринимаю как признак того что возможно я не заметила что я к кому-то присоединилась надо бы ну себя на этот счет проверить если вдруг вы поймали себя на мысли что я такой прекрасный мужчина вот я бы ей лучше подошел да или я такая вот понимающая женщина я бы подошла а ему лучше то в общем то можно сказать что вы вовлеклись да в коалицию вы уже по уши там ну ничего страшного важно это заметить сказать себе да признаться что действительно я вовлекся сейчас ну в общем то я видимо в чем то нуждаюсь возможно какая то моя потребность не удовлетворена подумаю об этом позже лидируете себя говорите себе что я лучший для своего партнера и пробуйте понять присоединиться к партнеру к тому от которого вы возможно стали дистанцироваться да и если вам например говорят тоже про фишку что вы вот вы меня не понимаете сейчас оба да это признак того что мы видимо объединились сейчас с партнером и я спрашиваю всегда что мы должны сделать сказать для того чтобы вы поняли ну вы почувствовали да что мы вас понимаем вот то есть бывает такое ощущение после сессии да что я что то вот как то слишком сильно одного поддерживаю я следующую сессию начиная с того что я ну конечно я перепроверяю эту гипотезу но и все равно где то я поддерживаю второго могу прямо спросить в принципе об этом вот что еще я вам не сказала что очень конечно склонны к триангуляции любовники это вот люди которые в принципе выстраивают свою жизнь так что у них есть любовники любовницы ко мне приходили люди у которых есть семьи и они приходят значит на парную терапию прекрасно и конечно если они остаются долго то они будут вас очень сильно вовлекать когда у них возникает напряжение в паре они начинают конечно триангулировать вообще лихо и ну я так подумала что наверное лучше вообще их сразу разделять на индивидуальную терапию отправлять вот или по крайней мере совмещать эти вещи вот еще скажу наверное про то когда стоит повременить с тем чтобы работать с парами и семьями ну с парами особенно если у вас есть сложности с темой одиночества то есть у вас есть по этому поводу какие-то страхи что там представление о том что одинокий человек это недочеловек да недоженщина что-то с ней не так вот или с мужчиной что-то не так ну с женщиной чаще встречаются эти представления то есть это вызывает сильный стресс и вы сейчас одиноки то конечно вам нужно сначала с этим разобраться бывает так что при разводе я допустим когда разводилась да я оставалась одна я продолжала работать кто-то перестает работать потому что ну я допустим себя очень часто спрашивала не влияет ли мои сейчас переживания развода да на вот работу с парами я прям всегда себя в этом плане конечно пыталась осознавать ну где-то даже боялась что вдруг они разойдутся да из-за меня вот чрезмерно брала на себя конечно ответственность но опять же почему важно прорабатывать тему одиночества потому что не все пары семьи остаются вместе и бывает так что они расходятся в результате терапии это тоже в общем-то результат да и об этом тоже важно говорить паре что результат может быть разный конечно вот ну и наверное скажу еще в завершении о том что ну а про роль психолога семейного есть сейчас на сегодняшний день все-таки придерживаются такой гибкой позиции да есть модели терапевтические где семейный психолог это эксперт безусловно есть модель например нарративный подход где вообще он основан на концепции социального конструктивизма и там роль конечно же безусловно на равных вообще такого исследователя который вместе с семьей конструирует значение реальности ну вот про это про нарративный подход я тоже немного буду рассказывать и ну в когнитивной терапии это все совмещается на мой взгляд да в какой-то момент особенно когда мы проводим сократические идеологи то мы безусловно занимаем позицию исследователя то есть мы правильно можем не знать как на самом деле ну и местами мы конечно занимаем экспертную позицию и в семейной психотерапии точно так же мы это все совмещаем и так и так себя ведем вот ну если отвечать на вопрос как начать работу с парой то это записаться на программу и в своем кабинете поменять обстановку добавить диванчиков или кресел вот я закончила подготовленную часть и наверное посмотрю сейчас какие у вас есть вопросы а вопросов нет может быть у вас сейчас они появятся какие-то есть сердечки все хорошо я дошла до начала тема поздновато наверное ее уже озвучивать у кого-то доброй ночи у кого-то доброй ночи у кого-то доброй ночи так вы может быть конечно пишете что-то а я пока ищу вопросы сорок минут у нас прошло сначала да то есть как десять минут то у нас точно есть на вопросы если вдруг они у вас появятся так значит кейсовый возможно ну окей прочитаем парня 26 лет рос без мужского воспитания до сих пор боится брать ответственность прячется за родными можно ли его исправить без психолога в мужском коллективе или он так и будет убегать интересно да приходите задаете вопрос психолога можно ли исправить без психолога я не знаю здесь нужно разбираться почему он так себя ведет в связи с чем может быть это ваша гипотеза что он боится брать ответственность может быть там дело в чем-то другом смотрю дальше интересно почему именно именно только в мужском коллективе менять ну ладно в общем как обычно когда задают кейсовый вопрос хочется сначала много вопросов задать чтобы много что прояснить слушайте а наверное если у вас есть вопросы давайте вы их снова напишите я прям смотрю очень много кто присоединился вопросов я не вижу так ой там было где-то про отец 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 порекомендуйте литературу для начинающих семейных терапевтов пожалуйста просто Минухин Боуэн Уорден Марк Уорден Вирджиния Сатер наверное тоже конечно же Роб Фишер порекомендовала вообще конечно список литературы я на программе тоже даю так сейчас я пойду все-таки вниз уже потому что ну ага тут ну про этические особенности в работе с парами я наверное прям подраскрыла этот вопрос расскажите пожалуйста про циклы пары ну в смысле имею про что имеется ввиду про циклы есть негативный цикл такая вот у нас история да в которую попадает пара и про это очень подробно на программе а есть жизненные этапы стадии ну если вы об этом конечно что значит присоединяться и отсоединяться мне кажется мне кажется я отвечала на этот вопрос да то есть вовлекаться понимать человека выражать ему понимание понимать его потребности чувства наверное да говорить о том что это нормально а скажите пожалуйста есть ли принципиальное значение в консультировании пары гомосексуальных и гетер или все одинаково ну очень многое что одинаково но могут быть трудности связанные вот с этими вот юридическими моментами да потому что это же нелегальные как бы нелегально быть в такой паре скажем то есть это может свои какие-то создавать трудности в отношениях ну я об этом подробно на программе буду говорить пожалуй если все таки придерживаться нашего сегодняшнего эфира да про самого психолога про его состояние лучше про это вопросы потому что они вот такие вопросы они требуют конечно ну много нужно что рассказывать и раскрывать тему как отсоединиться терапевту от одного из партнеров во время сеанса ну может быть вы задали этот вопрос который когда я только раскрывала эту тему ну прям физически можно да отстраняться вот важно конечно ловить себя на своих размышлениях свои автоматические мысли да их важно отслеживать ну и как-то в общем-то да с собой успевать поспорить да если вдруг вы ловите себя на мыслях что вот она здесь страдает ее нужно безусловно поддержать цели терапии должны совпадать у пары обязательно конечно и да есть обязательный этап когда создается общая цель в паре если девушка не хочет разговаривать вы имейте ввиду если она не хочет приходить к психотерапевту да важно попросить ее об этом да если действительно вы хотите чтобы она пришла и очень часто у людей есть трудности с тем чтобы просить об этом и часто говорят что ну да я прошу не идиот и я прошу показать как вы это делаете как вы просите вот попросите меня об этом и человек говорит таким образом что это не просьба да это какая-то угроза шантаж да но это не просьба вот если попросить правильно да то придет ну в крайнем случае мы тоже можем в это вовлекаться и просить прийти терапевт может просить как это все подробно на программе правильно ли я понимаю что сложно работать успешным семейным психологом человеку с 1-2-тремя разводами за плечами нет конечно же наоборот это может вам помогать этот опыт вот у нас вообще сейчас такой тренд на серийную моногамию то есть несколько браков за всю жизнь то есть это стереотип что один семейный психолог должен обязательно сохранить один брак на всю оставшуюся жизнь изначально человек может создать брак но под влиянием своих схем глубинных убеждений и создать вообще брак с тем человеком с кем не надо было бы создавать вот хороший результат это может быть развод а потом провожу ли я какую-то подготовку на отдельной консультации нет но если домашнее насилие вы встречаете вы понимаете что домашнее насилие по каким-то первым признакам я спрашиваю часто до каких крайних случаях самые страшные последствия ваших ссор если не говорят ну прям вот избил меня я понимаю что мы не работаем в паре мы разделяем я говорить могу прямо об этом если у вас есть трудности с гневом то наверное стоит добавить сюда работу с гневом в индивидуальной терапии давайте вы разделитесь лучше да ну надо смотреть опять же что они хотят в семейной паре можно ли научить другого тем характеристикам которые нужны другому партнеру отчасти да смотрю я на время чтобы мы успели есть ли различия в консультировании спрашивали уже про это об аттестации пожалуйста расскажите выдается один кейс подробно описан это кейс пары и ваша задача будет составить концептуализацию составить список вопросов недостающих данных чего еще не хватает чего вы будете спрашивать если вы работали с этой парой какие гипотезы у вас в связи с тем что вы имеете формируются вы пишите гипотезу и если чего-то не хватает для подтверждения вы тоже пишите какие вопросы нужно уточнить для того чтобы гипотезу подтвердить вот и потом после пяти семинаров у нас будет завершающий вебинар с разбором то есть вы пишете это все сдаете до вебинара и у нас будет двухчасовой вебинар один кейс это на всех и мы будем разбирать ошибки правильные версии скажем да если очень так примитивно сказать да правильная версия это все вариации правильных версий средняя продолжительность работы с парой ну год от полугода до года у меня часто работают год ну я говорю сразу от полугода так 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 какие еще тут вопрос у нас простите если я что-то упущу как семейная терапия интегрирована с КПТ программа целая про это у меня будет это как сапожник без собок семейный психолог без семьи мне кажется если совсем человек не умеет выстраивать отношения у него ни разу не были не было отношений то тут конечно да здесь стоит действительно разбираться с этим если он не может не получается отношения выстраивать то есть ну да будут сложности в том чтобы помогать а если это такой осознанный развод расставание есть опять же понятие задач в браке если задачи в браке решены ну то есть прошла любовь ну чего тянуть да за одно место расстаемся искусство красивых расставаний тоже конечно это такая тема важное про это не говорят практически интервизии парной терапии будут вы можете уже приносить но прям отдельно я не знаю как у нас это будет дальше развиваться возможно мы сделаем есть ли родители ребенок есть ли смысл приходить сначала родителю одному потом вместе с ребенком да есть смысл может быть там проблемы вообще индивидуальные какие-то да наверное я буду уже завершать к сожалению не на все вопросы я ответила но сейчас еще парочку посмотрю могут могут ли оба партнера посещать личную терапию одного психолога которому ходят на семейному здесь конечно нужно быть очень аккуратным есть психологи которые придерживаются категоричного нет нельзя так их разделять потому что вас могут вы вступать в коалицию да в этот момент да и индивидуальные цели во время вот этих индивидуальных встреч могут противоречить работе с парой и с вами могут чем-то поделиться какой-то тайной вы будете ну просто в заложниках да в этой ситуации а если я понимаю что со временем я допустим иногда так делаю да если у нас сложился контакт и у нас в принципе идет к завершению уже терапия да ну есть альянс ну нет там расстройства личности каких-то да сильных бурь эмоций паранойи соперничество то в общем-то да и клиент говорит я лично со своими темами вот возьмете меня я могу взять да я спрашиваю как это второму партнеру я могу взять но у меня были ситуации когда я пожалела поэтому тут ошибки конечно могут быть к сожалению про программу вся информация есть на сайте посмотрите пожалуйста то есть 5 семинаров 114 часов ну что коллеги тогда мы будем завершать спасибо за участие за ваши вопросы вопросов очень много наверное на какие-то не ответила простите меня за это вот возможно с вами увидимся хорошего вам вечера теперь надо понять как завершить мосьмин уменьшить я не знаю не знаю здесь пальцем там белый это а вам это чтобы полосить